5 апреля сахалинские рыбаки устроили испытания для спецслужб острова. Почти 100 человек вышли на лёд озера Изменчивое. Все они не учли погоду и толщину льда. Как итог, в 5 часов вечера спасателям поступил сигнал об отрыве льдины. Однако счастливого конца у этого происшествия нет. Двое пожилых мужчин так и не вернулись. На расстоянии 170 метров от берега они провалились под лёд. Спасатели нашли их тела и на судне с воздушной подушкой доставили их на сушу. Корсаковским межрайонным следственным отделом Следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Сахалинской области по сообщению о гибели двух мужчин, вышедших на лёд озера Изменчивое и провалившихся в воду, проводится доследственная проверка. В ходе осмотра места происшествия признаков совершения в отношении мужчин преступления не обнаружено. Установлены личности погибших. Ими оказались 71-летние и 75-летние жители областного центра. Проводится проверка, устанавливаются причины и обстоятельства смерти сахалинцев. В Долинском районе в среду спасатели и полицейские были на ногах с самого утра. Там пропал любитель подлёдного лова. 59-летний сахалинец отправился рыбачить на реку Найба ещё 4 апреля. Утром следующего дня представители спецслужб выдвинулись на его поиски. В результате обследовали 7 квадратных километров. При этом задействовали лодку и квадрокоптер. Но результатов это не принесло. Поиски мужчины всё ещё продолжаются. Уважаемые жители и гости островного региона, не подвергайтесь своей жизни и здоровью неоправданному риску. Задумайтесь о своих родных и близких. Ваша безопасность – это ваша ответственность. Телефон Единой спасателей 112. В Тороная подросток пострадал в ДТП с микроавтобусом. Инцидент произошёл в среду 5 апреля в 6 часов вечера. Юный мопедист в районе дома номер 2 по улице Победы не предоставил преимущества Тойоте и столкнулся с машиной. В результате пострадал сам несовершеннолетний сахалинец. Двое южно-сахалинцев сделали мошенников миллионерами. 65-летней женщине позвонила незнакомка и предложила помочь расплатиться с кредитами благодаря заработку на бирже. У пенсионерки были долги, поэтому она согласилась. После этого с ней связался некий аналитик фондового рынка. Под его руководством потерпевшая внесла 90 тысяч рублей как первый взнос, а затем переводила незнакомцу ещё и ещё. Мужчина был с ней на связи и постоянно говорил, насколько увеличился капитал акционерки. Но когда женщина захотела вывести прибыль, у неё попросили оплатить комиссию. Как только женщина это сделала, аферисты перестали с ней общаться. Всего потерпевшая лишилась более миллиона двухсот тысяч рублей. Второго потерпевшего лже-сотрудники банка по телефону напугали новостью об оформленном кредите. Мужчина займ не брал и испугался. Тогда его убедили, что для того, чтобы деньги не украли, надо обналичить займ и перевести всю сумму на другой счёт. Так Сахалинец лишился 490 тысяч рублей и остался должен банку. В обоих случаях возбуждены уголовные дела, правоохранители устанавливают личности злоумышленников. Мужчина отправился в тюрьму за спонсирование боевиков. 37-летний иностранец предстал перед военным судом. Он не просто приверженец радикального течения ислама. В интернете фигурант активно общался с членами Международной террористической организации, перечислял им деньги и помогал в подготовке к преступлениям. В 2021 году сотрудники Сахалинского ФСБ задержали подозреваемого. На суде мужчина полностью признал свою вину. С учётом этого и улик, что собрали правоохранители, иностранца приговорили к 12 годам лишения свободы. Первые три года он проведёт в тюрьме, оставшиеся девять – в колонии строгого режима. «Я хочу быть с тобой. Жизнь станет честной и справедливой. Только никому об этом не говори. Но для этого надо постараться». «Я не хочу совершать насилие». «Мы совершаем праведные вещи. Ты можешь стать одной из нас». «Когда приедешь к нам, сама всё поймёшь». «Ты готова?» «Нет». Субтитры vedo Palmty.